добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем канале и мы начинаем играть симулятор фермера по-русски мы начинаем новую серию игр вот и надеюсь вам понравится и мне понравится и мы будем снимать 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 и наслаждаться этой игрой значит я подобрал сделал сборку русской техники давно то что нашел то та которая играбельная да и та которая нам понадобится в самом начале игры вот который мы будем с вами пользоваться да в принципе это стандартный такой набор я сделал на яндекс диске сделал сборку такую вместе с карты балдейки на эту технику да и вы сможете пройти по ссылке и скачать если вам интересно если вам вы хотите со мной там поиграть да и так далее вот потому что я планирую снимать и стримы и кооперативное прохождение будем делать поэтому планы как бы большие да так давайте все таки посмотрим что входит в сборку туда настройки модификации я нашел вот такой вот прицепчик да он в принципе неплохой да но единственное что днем когда засыпается культура она плохо анимирована да а в принципе выглядит он очень интересно красиво прикольно и как бы похоже да что это русский прицеп ранее какой-то там заграничный как потом мой подписчик же до скинул мне сборку да как он говорит что он ее доработал немножко я ее посмотрел мне она понравилась вот такой вот у нас будет мтз 82 до потом вы его увидите вот этот вот я не знаешь такое так я нашел вот такой вот культивирование до земли приспособление она такая тоже с ржавчинкой такой больше напоминает что-то русской поэтому вот такой вот модик еще взял скачалок трактор беларусь до который такой помощнее получше почему-то белару но тракторов беларусь на самом деле очень мало и но вот этот как раз таки попался рабочий мод нормальный ну как бы я проверил он нормально работает принципе играбельная техника потом но газончик само собой как бы мы без него не обошлись он будет до дона 1500 это комбайн да у нас будет такой потом дон вот такой 680 я еще нашел тоже неплохой тоже играбельное его проверил все работает потом нашел ржавые бочки такие по перевозке навоза вот мы я думаю тоже будем им пользоваться может быть что-нибудь другое изменим потом походу газ 53 пак да входит газончик сам и много-много модификации до различных я имею ввиду прицепов в том числе и перевозка жилой рыбы да то что мы с вами видели в обзоре потом но газон 53 просто но это еще старый да еще остался я решил не удалять пускай он тоже будет потом у нас машина газ 66 идет который перевозит доски нашел и вот понравился мне камаз вот этот 5410 он идет с прицепом идет на неплохой камазик оставил я решил не убирать пока не знаю может быть потом что-то поменяется опять же да вот этот камаз которому с вами пилили бревна до лес пилили вот камаз рабочий который работает в плане грузится песок туда он может перевозить песок вот вот этот вот я оставил да вот потом я скачал кировец кировец непростой он роли погрузчика да у нас будут идти будут грузить различные культуры но опять же он стоит довольно таки дорого это будет все попозже появится оставил я прицеп по перевозке живой рыбы которая большой вместимости нашел комбайн лида да в принципе очень-очень мне понравился комбайн этот вот единственный момент он как бы текстура его да как-то разукрашен как-то не совсем хорошо конечно было бы доработать но это первая версия будем надеяться что появится следующей версии мы обязательно его обновим да но комбайн вот этот мне очень понравился так это не за того что я в беларуси живу не подумайте так вот это я не знаю что вот это тоже не знаю не помню что так масс я все-таки решил оставить тот версии 2 до которой у нас еле едет я так подумала в принципе пускай будет пускай остается есть у нас вот такой вот еще мазда который полуприцепы будут возить у нас ну само собой оставил лишь который каблучок наш любимый да он будет присутствовать я думаю в нашей игре обязательно мтз 1221 я уже на самом деле скачивал трактор вот этот вот довольно много версий да и они все где-то логованные были но вот этот вот как раз таки попался нормальный и как бы слава богу да поэтому будет у нас еще такой трактор мтз 80 но как же без него это по-любому это мы будем начинать с ним это обязательно будет присутствует версия 3.0 есть замечание как бы по модельки поэты но в принципе она играбельна и мы будем играть на него агропарк не значит такое вот это это прицеп камазу к нашему вернее до камазу по моему так это я не помню что с этим модом трактора прицепа мод культуры но как я говорил да мы я установлю этот мод чтобы культуры мялись это обязательно это усложнит игру но будет с ним интереснее играть оставил я прицеп для перевозки животных как мы с вами 3 обзор не сделали но я думаю что по ходу игры мы разберемся и потому что но интересно самом деле как там продавать коров этих свиней да так нашел я новый мод уазик он немножко сыроват я сказал бы да его надо дорабатывать но он в принципе как отдельная единица если на нем просто ездить осматривать поля и путешествовать скажем так по этой карте вот он вполне очень даже красив хороший замечание по нему нету я думаю что мы посмотрим обязательность будут деньги вот а и скачала новый зил я это зил такой же которые от того же автора да по моему который делал наш газон я ему верю скажем так мне кажется что вот эти все приспособления которые здесь нарисована не будут работать играбельный кажется все будет нормально мы потом с вами вместе посмотрим этот делок вот но в принципе и все что входит в сборку это да вы можете скачать потом что вам не интересно что не нравится вы можете естественно удалить и оставить только те модели которые вам понравились вот но в принципе это кратко было так введение да такое и в принципе можем начинать наш фермера нашего по-русски у нас у меня на самом деле я подготовил карту уже до балдейки но будет у нас сложность средняя решила что-то на средней но легкой само собой нет а сложно мне кажется еще все таки маловато на это на большую сложность играть вот поэтому я решил поставить все-таки среднюю да и денег я все все технику продал оставил только от 33000 и и остальное вы сейчас все увидите загружаем карту загружаем так начинаем так но вот в принципе наш наш как сказать парк до гараж вот у нас ничего нету у нас нету ни одной приспособу чтобы там что-то что-то делать культивировать дам или сеять или еще что-нибудь у нас есть только вот такой трактор мтз-80 вот этот вот рецепт который он говорил да он какой-то маленький правда пришиблен но тем не менее у нас есть вот и соответственно конечно же у нас будет него так сказать собрались того что было и вот у нас единственный комбайн вот такой вот остался и взяли кредит мы до 33000 и как бы начинаем развивать наш колхоз по полям да я посмотрел в принципе у нас восьмое поле она маленькая да и более менее доступна нам и это первое второе что она засеяна уже поэтому мы начнем мы купим и его вот впоследствии мы купим еще пятое поле потому что она скажем так досягаемости да вот зернохранилище и будем там что-то сажать пока еще не знаю что но как бы планируем до следующей нашу покупку вот поэтому в принципе начинаем да и начинаем а вот на этом замечательным просто суперском сделали ребята просто класс его по моему версия 3 до его уже него этого комбайна вот но чуть завели моего и теперь мы начинаем ехать да и направляемся мы тогда к восьмому полю как я уже говорил да выезжаем с нашего гаража и поехали по мере прохождения до промере игры по мере того как мы будем играть конечно же возникнут какие-то вопросы в плане что что-то где-то где-то будет как-то не работать и это может быть какие-то нюансы по лагам да карта будут вот но будем стараться иметь ну их решать сразу да по мере их возникновения и я думаю что все у нас будет отлично вот но в принципе наверно такое вступление я уже сказал да ну и как я говорил что мой пока понятно что но первая серия там первые две три я думаю что нет смысла играть кооперативе да и делать какие-то стримы ввиду того что техники у нас только две единицы будет но и в принципе тут мы одни будем справляться вот но по мере того как будет наш парк автопарк до техники расширяться увеличиваться я думаю что мы обязательно пригласим кого-нибудь в игру естественно адекватного человеком возможно это тот же и виталик будет да если опять же он согласится если заинтересуется да возможно и не виталик вот поэтому как бы в принципе ребята есть которые да проявили желание помогать и участвовать в кооперативной игре поэтому я думаю что мы компаньона найдемся обязательно вот и ни одного а я думаю что несколько даже так мы приехали на восьмое поле да и как игруш она уже засеяна поэтому мы его покупаем 36 тысяч она стоит и у нас не хватает денег не хватает берем кредита берем кредит 5000 у нас 38 должно хватить до хватает покупаем вот у нас осталось гроши да как бы на хлеб с маслом 2000 у нас осталось евро и таким образом мы начинаем игру у нас и свое поле уже да есть комбайн и у нас есть трактор поэтому с голоду мы не помрем я думаю так единственное что я думаю знаете что мы наверное начнем с самого начала поля до пахать его а не середина вообще я думаю что даже тоже восьмое поле она не маленькая и я думаю что нам понадобится потом еще один комбайн мы еще одну ниву купим да но для начала по крайней мере чтобы нам быстрее убирать это поле вот вот как-то так так нам надо развернуть да нашу уборочную машину но но комбайн просто шикарнейший сделан я вот я просто наслаждаюсь и на самом деле просто 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 супер не забываем о том что у нас есть мы мнем наши культуры поэтому по поле будем стараться не ездить так пускаем бота петрович да у нас будет комбайнер петрович нет комбайнер иванов у нас будет как в той песне да все он пошел копать ой копать молотить да мы переключаемся на наш трактор вот сделал он тоже прекрасно кабину суперски выполнена да и внешне он принципе классный вот и принципе на этом тракторе мы едем к нашему на наше поле да тоже у нас есть какие-то культуру я поставил мод чтобы нам отображалась это все данном почему-то не работает почему не знаю может быть надо другую версию скачать вот это впоследствии мы потом что-то добавим что-то отнимем я потом эту сборку как бы все буду туда на яндекс диск добавлять и менять ну давай ты иди быстрее сигнал у него такой конечно так и едем на поле да но я думаю что мы это поле уберем и у нас уже какие-то денежки появятся мы там уже будем дальше планировать свои по закупке техники и всего остального у нас далеке поезд едет прикольно так у нас работает но как я уже говорил да у нас культура мнется если мы проедем по ней и поэтому будем стараться разгружать наш комбайн с той стороны где уже поле был но будет убрана будем стараться по крайней мере вот как я говорил что анимация не совсем конечно сделано хорошо но она сделана но мне нравится просто сам прицеп честно говоря вот поэтому может быть мы потом что-нибудь другое подыщем до какогось получше но пока вот пока так пока вот такая у нас техника и пока вот вот такие у нас плана да ну вот она одну полу полоску он уже прошел и пошел за второй я не я не поеду сейчас его разгружать ну потому что как бы нету смысла да я думаю чтобы не да у нас тратится деньги поэтому давайте мы наверно все таки сами сядем за руль уберем бота у нас сейчас максимальная экономия идет вот поэтому мы будем сами убирать и заодно мы увидим когда у нас заполнится наш бункер на вот примерно так это все выглядит грязное все так молотим и это все дело и я вижу что деньги у нас не отнимаются на это хорошо потому что нам каждый каждый рубль каждый евро нам очень дорог в принципе мы можем наверно круиз-контроль поставить или не можем или он не работает тут не работает все отлично круиз стоит ну круиз-контроль в таком комбайне навряд ли был хотя наши умельцы могут все все сделать да и в том числе круиз-контроль на такой комбайн так хорошо но смотрите бункер на самом деле у нее не маленький да ты еще как-никак он уже намолол и у нас только половина да так отменяем круиз полоску поставим боту чтобы он начал убирать нет мы наверно ботой посадим потому что мы тогда сейчас пересядем на наш трактор и будем разгружать его да потихоньку потому что у него бункер очень маленький постоянно нужна разгрузка будет так все а мы сейчас тогда на трактор на наш тракторочек так хорошо так подъезжаем на разгрузочку Иванов наш Иванов да кабайнер Иванов опять поезд поехал ну и вот таким вот макаром у нас происходит уборка да в принципе можно было тоже круиз выставить только я не знаю какую скорость там обычно на десятке было да давайте попробуем поставить да и тут тоже получается 10 км в час и одновременно да идет на круизе так 55 можем нагрузили 56 ну получается у нас прицеп этот сколько 6000 да где-то примерно так с горочками тут быстрее пошли немножко так хорошо но на этой радостной ноте я думаю мы нашего бота покинем и поедем эту разгрузим так а бот пускай дальше работает ну вот примерно так это все будет выглядеть да у нас и я думаю что получится довольно интересно потому что у нас это поле как бы начальное да такое а у нас есть девятое огромнейшее поле просто есть к чему стремиться да и мы будем максимально стремиться к этому полю да чтобы его купить и на нем пахать чтобы у нас было много денег и все были счастливы в нашем колхозе потом сделаем реконструкцию да наши наши нашего гаража и фермы в целом и будем жить припеваючи так но в принципе я еду сейчас зернохранилище да я в обзоре это показывал поэтому я думал уже знаете где она находится я думаю пока мы туда съездим вернемся вернемся с нашей скоростью комбайн уже будет требоваться разгрузки да но тем не мере смотрите мы машину догоняем это на бмв прям похоже так и вот наши я так понимаю зернохранилище наше так хорошо ну насколько я помню у нас стоят метки да где нам разгружаться прям такое ощущение что они приклеены или прорисованы ну да ну вот я вижу что ячмень да в данном случае у нас и вот рисунок здесь давайте мы тогда сюда и заедем на разгрузку у нас была разгрузка но как-то она странно было и у давайте о есть разгружаем прям на пол высыпали ну чё нормально высыпали так все и на полных так сказать порах мы летим разгружать наш комбайн да так там уже иванов наш нервничает не на иванов как-то не интересно другое какое-то дать погоняло пускай будет петрович петрович нормально петрович как ты там как дела так вот у нас еще тоже большое поле да будет ну я думаю то это впоследствии это первый пир блин да первое такое мы наверно его купим после пятого сначала 5 купим вот вот у нас 8 5 а потом первое я думаю примерно так у нас будут развиваться события да на нашей ферме так хорошо где наш петрович вау чуть 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 не перевернулись блин петрович подожди сейчас я уже лечу это он получается уже туда съездила назад и 2 полоски у него сейчас так подъезжаем давай давай но хорошо пошла разгрузка как давай давай разгружай 2 600 он собрал да это получается одна полоса где-то тысяча как-то мало хотелось бы больше а что такое 1000 1000 то вообще фигня возможно нам все-таки придется камаз какой-то купить или тот же каблучок а сколько он стоит давайте мы пока глянем так машина 55 тысяч в обалделе за из за каблучок когда у вас уазик стоит 3500 офигеть новые жмоты так хорошо что мы можем еще туда купить но понятно что мы сейчас ничего не можем мы можем купить камаз до камаз 20000 у нас стоит и будем лазить песок но пока у нас будут уборки тут сети посева мы будем песком заниматься еще поэтому нам надо 10000 как-то собрать 10000 тоже немало а какие у нас сцены вообще давайте расценки посмотрим так у нас сейчас мы ищемень собрали да он дешево стоит это 700 до получается 730 а есть еще где-нибудь продажи вообще 400 ясно короче нам надо продавать по 730 до за тонну 730 за тонну это нам надо 10 тонн минимум еще до 15 тонн чтобы купить камаз ну как то так но камаз нам я думаю понадобится хотя ребят подождите мы не с камаза начнем камаз это уже круто будет давайте мы начнем 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 у нас же есть прекрасный газон 9000 прекрасный газон стоит короче говоря 9000 нам надо и нам надо тогда будет вот такую вот платформу да ой вот такую вот платформу купить 4 500 вместительность я думаю будет классно и пока будем разгружаться тогда эти на нашем на нашем газоне будем ездить да хорошо ну в любом случае как бы нам надо 10000 минимум надо так а у нас по культурам давайте еще раз глянем сколько у нас по культурам а у нас еще меня 12 а ну все отлично поэтому я думаю что мы сейчас соберем у нашего комбайна то что он там на молол да нажал вот и тогда отправимся в зернохранилище загрузим полностью прицеп этот виду того что у нас другого просто нет и поедем продавать будем покупать газончик и потом я думаю что-нибудь получше купим этот прицеп продадим потом решим да что мы будем покупать но как-то по вместительной чтобы у нас было рецепт был что но он где-то дают 43 около до 6000 я думал он вмещает но это немного немного так ждем пока он развернется и тогда начнем разгружать в принципе у нас еще солома до останется солому тоже по идее можно продать но у нас нет техники до технику тоже надо купить будет есть еще один я мод скачал да но сейчас мы уже выгрузим я вам потом вам покажу смысл в чем мод всасывает да всасывает щипу всасывает культура по моему я не уверен надо посмотреть будет еще раз вот и также всасывает сено и такой трубой скажем так он высыпает это все в прицеп задний поэтому довольно прикольная штука я думаю мы и будем пользоваться и вот это все нам и опять же сколько она стоит да посмотрим по деньгам чтоб на все хватило на все так ну давай загружает да поеду я или уже дождаться полностью загрузки как бы я смотрю же 80 процентов так это будет наша первая прибыль хорошо 82 ладно мы поедем мы сейчас полоску туда зайдем он будет разворачиваться мы наверно попрем туда продавать в хранилище мы не поедем потому что за 1000 как бы смысл ехать смысла нету так есть 86 процентов 5000 ну это нормально 5000 так и так где нам где нам где нам искать так продолжить меня так где это где это где это где это о боже мой как далеко это так а мы можем как-нибудь сократить дорогу нашу чтобы не выезжать туда я думаю что не получится ладно поедем на на асфальт да выйдем и по асфальту поедем чтобы уже наверняка приехать по прием так сказать ну вот будет наша первая прибыль то давайте я вам заобещал показать эту технику которую засасывает так где оно вот вот эта штука еще вы видите как и как и противовес используется да вот ну вот уборка культуры она как бы засасывает сюда и через трубу выпускает ну и соответственно это может это все дело падает прицеп сзади да ну он впереди спереди вешаем а сзади прицеп все это высыпается и очень удобно на самом деле вещь вот поэтому мы ее приобретем я кстати не пробовал еще она может еще не работает поэтому будем пробовать вместе с вами и делать выводы на стоит она нашего внимания или не стоит так хорошо я думаю что нам надо будет когда мы полдор полпути так сказать проедем надо бы проконтролировать нашего бота ввиду того что если он просто будет стоять загруженный и требуется разгрузку вот мне кажется что будут идти расходы на него на его содержание на петровича он все равно будет требовать зарплату вот поэтому мы наверно будем переключаться периодически и посматривать да что он там что он там делает контролировать короче говоря работу его чтобы он не бездельничал и рационально использовал наш бюджет нашего колхоза так как нам ее обогнать давай на всех газах газу газу обогнали ура так ну вот мы мост проезжаем да насколько я помню чуть-чуть там надо будет проехать и будет поворот направо и у нас уже там где продавать культуру туда будет с левой стороны потом по дороге можно сократить было через поле у нас все равно на не засажено давайте поедем через поле поедем через поле да так поэтому начнем мы наверно все таки с газона да тогда газончик купил но самосвал тоже вещь хорошая поэтому я думаю ближайшее время мы его приобретем и будем возить песок то что насколько я помню песок так тоже копейку неплохую переносил но еще по обзору да вот поэтому я думаю что песок мы будем возить заниматься песком пока у нас будет опять же мы у нас одно поле да мы его сейчас уберем пока его засеет пока там все вырастет вот мы пока будем ай-яй-яй попал пояс через машину проехал а чего эти штуки не работать не опускаются они же по идее должны опускаться шлагбаума так где-то тут выгрузка у нас папа так это овощи база а вот это я так понимаю сюда зерно да так хорошо открывать ворота давай все заезжаем так осталось найти где разгружаться я предполагаю вот здесь сюда под этим навесом как и стандартной карте было так все можем разгружаться да денег у нас там денег нам дали конечно просто жуть как много так сейчас у нас петрович уже будет полон да блин заводи ты свою хреновину поехали так ну я думаю что на этом серии мы наверно будем заканчивать да это у нас первая серия такая получается такая вступительная до вступления вот в принципе как бы я вам все рассказал рассказал как бы планы какие да рассказал где что скачать и что там будет вот чего мы начинаем что мы имеем и как бы начало положили да мы этому всему делу и будем надеяться что у нас она будет никому мы будет все хорошо и прекрасно у нас вот поэтому дорогие друзья на на буду заканчивать эту серию вот ставьте лайки пишите комментарии может быть какие то я не знаю там советы просьбы вопросы и так далее вот буду стараться отвечать на них и и в принципе все все всем пока всем пока Продолжаем.